Господи Божий мой, на тяну паван, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи со 2 по 13. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, Придет час, да всяк и же убиет, Вымница службу приносите Богу. И сия сотворят, яко не познаше отца ни мене, Но сия глаголах вам, Да и гда приидет час, поминайте сие, Яко аз рех вам. Сих же вам из перво не рех, Яко с вами бех. Нынни же иду к пославшему мя, И никто же от вас вопрошает мене, Камо идиши. Но яко сия глаголах вам, Скорби исполник сердца ваша. Но аз истину вам глаголю, У не есть вам, да аз иду. Аз ибо не иду аз, Утешитель не придет к вам. Аз и ли же иду, Послю его к вам. И пришед он, Обличит мир о гресе, И о правде, и о суде. О гресе уба, Яко не верует в мя. О правде же, Яко отцу моему иду, И к тому не видите мене. О суде же, Яко князь мира сего, Осужден бысть. Еще много ивам глаголоте вам, Но не можете носить и ныне. Игда же придет он, Дух истины, Наставит вы На всяку истину. Предлагаю прочитать этот текст В русском переводе. «Сказал Господь своим ученикам, Наступает время, Когда всякий, Убивающий вас, Будет думать, Что он тем служит Богу. Так будут поступать, Потому что не познали Ни отца, Ни меня. Но я сказал вам сие Для того, Чтобы вы, Когда придет то время, Вспомнили, Что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, Потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, И никто из вас не спрашивает меня, Куда идешь. Но от того, Что я сказал вам это, Печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, Лучше для вас, Чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, То пошлю его к вам. И он, придя, Обличит мир о грехе, И о правде, И о суде. О грехе, Что не верует в меня. О правде, Что я иду к отцу моему, И уже не увидите меня. О суде же, Что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, Но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, То наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, Но будет говорить, Что услышит, И будущее возвестит вам. Зная, что ожидаемое, Поражает не столь сильно, Как неожиданное. И желая, чтобы вера учеников Оставалась твердой, Господь предупреждает О тех гонениях, Которые их постигнут. Спаситель возвещает о том, Что ученики будут изгнаны Из синагог. Необходимо отметить, Что синагога играла в жизни Иудея важную роль. Некоторые раввины говорили, Что человек, Произносящий молитву Не в синагоге, Не может рассчитывать на успех. Кроме того, Ученики, как и все иудеи, Нуждались в богослужениях. Но в глазах иудеев Апостолы казались Отступниками от отеческой веры, А потому Христос предрекает, Наступает время, Когда всякий, Убивающий вас, Будет думать, Что он тем служит Богу. Иудейский фанатизм Действительно дошел До такой степени ослепления. Впоследствии, В иудейском Талмуде Прямо было установлено, Кто убивает неправедного человека, Тот этим самым Приносит жертву Богу. Причиной такого Враждебного отношения Иудеев будет то, Что они не познали Как должно Ни Отца, Ни Христа. Александр Павлович Лопухин Пишет, О страданиях, Ожидающих апостолов, Господь не говорил им В начале их следования За Христом. Причина этого состояла в том, Что он сам был Постоянно с ними. В случае каких-либо Неприятностей, Какие могли постигнуть Апостолов со стороны иудеев, Христос всегда мог Успокоить их. Но теперь он удаляется От апостолов. И они должны знать Все, что их ожидает. Видя, что ученики Глубоко опечарились, Господь спешит Объяснить. Лучше для вас, Чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, То пошлю его к вам, И он, придя, Обличит мир о грехе И о правде И о суде. О грехе, Что не веруют в меня. О правде, Что я иду к Отцу моему, И уже не увидите меня. О суде же, Что князь мира сего Осужден. Это обличение Представляет собой Нравственный суд Над миром. Следствием этого суда Может быть одно из двух. Или обращение Ко Христу Через покаяние. Или совершенное Духовное ослепление И ожесточение. Обличение мира Духом Святым Должно совершиться Через проповедь апостолов, Их преемников, И всех вообще верующих, Принявших в себя Духа Святого. Архиепископ Аверки Таушев Отмечает Первый предмет Обличения Есть грех неверия В Господа, Как в Мессию. Грех Самый существенный И самый тяжкий, Ибо им Отвергается Искупитель И Спаситель Человечества. Второй предмет О правде, Что к Отцу моему иду. О том, Что Христос Действительно Есть Сын Божий, Праведность Которого Совершенно отличная От праведности Фарисейской Засвидетельствована Богом Тем, Что Он Посадил Его Одесную Себя. Третий предмет Суд над Князем Мира Сего Дьяволом. Каковому суду И осуждению Подлежат И все Нераскаянные И ожесточенные Подобно дьяволу. Таким образом, Своими словами Спаситель возвестил, Что при помощи Святого Духа Апостолы Одержат Великую Нравственную Победу Над миром Лежащим Во зле. Хотя Мир Этот Будет их Гнать И преследовать. Это пророчество Господа Исполнилось, Когда прежде Робкие Боязливые Ученики, Разбежавшиеся В разные стороны При взятии Господа, После Сошествия На них Святого Духа Неустрашимо Проповедовали О Христе По всему Миру. Слова Христа, дорогие Братья и сестры, Посвящены Всем, Кто следует За Ним И Его Учениками. Мир Остается Миром, И в Нем Всегда Есть люди, Которые Противятся Слову Спасителя. А потому Христос Не обещает Своим Последователям Благополучия И удобств В земной Жизни. Господь Не предлагает Легкого Пути, Но желает, Чтобы готовые Ответить на Его призыв Шли смело Вперед Ради Его Имени И вместе С Ним Разделили Его Славу У Отца Небесного. Помогай нам В этом, Господь! Господи Божий Мой Натя Упова Спаси Мя От всех Гонящих Мя Избави Мя